Вы смотрите эксклюзивный выпуск программы «Окна» российского информационно-аналитического агентства «Вестник Кавказа». С вами я, ее ведущий, Фархат Ибрагимов. Гость нашей сегодняшней программы специальный, потому что у нас сегодня в гостях израильский общественный деятель, экс-руководитель израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми. Здравствуйте, Яков Юрьевич. Добрый день. После того, как в прошлом году произошла Вторая Карабахская война, по ее итогам Азербайджан выиграл. Заявление есть трехсторонних лидеров России, Азербайджана и Армении. И вы знаете, некоторые политологи даже здесь в России, в частности, вот уже и книги выпускают насчет того, что формируется новый баланс сил в регионе. И указывается, что сейчас активно вовлекается и Турция в регион Закавказья, и Израиль вовлекается в какой-то определенной степени. Но на ваш взгляд, вообще, как из Израиля видится вот то, что, вот как все переформатируется на Закавказском направлении? Азербайджан, в отличие от многих, которые выступают в Израиле, или в России, или в других, поверхностно относится. Азербайджан не хочет быть частью Турции. Ни один тюркский народ не хочет быть частью Турции. Он признает свое тюркское, культурное, национальное происхождение. Но он хочет быть независимым. Теперь посмотрим положение Азербайджана. Большая часть народа живет в Уране. 30 миллионов человек. Большая часть азербайджанского народа живет в Уране. В самом Азербайджане 10, да. Это один народ. Разделенный. Да, это тюркский народ, но это не турки. Это швидский народ. То есть, основная религия шиизм. Хотя в Азербайджане она не приняла, слава Богу, таких форм, ни как в Турции, ни как в Иране. В Турции шииты, суннитский, но тоже намного более серьезное сегодня религиозное влияние, чем есть. Но это азербайджанский шиизм. Он другой. Так же, как арабский шиизм, он другой. Шииты Карвелы – это не шииты Кума. А шииты Ливана – это тоже не шииты Ирана. Они арабы. То же самое – это азербайджанцы. Теперь, когда в этом районе есть, с одной стороны, сильное государство Ирана, сильное государство Турции, сильное государство Россия, что может поддержать Азербайджан в его независимости против национальных аспираций, которые есть в Турции и национально-религиозно со стороны Ирана, только российская поддержка, потому что у России нет никаких аспираций по отношению к Азербайджану. Россия не собирается захватывать Азербайджан, она не собирается влиять ни на национальный состав Азербайджана, ни на религиозную составляющую, это основы. Деньги, да не влияло, надо сказать, в этом плане. Поэтому Россия является дополнительным стабилизирующим фактором, усиливающим независимость Азербайджана в этом сложном районе, несмотря на то, что и Турция, и Иран сильнее. К этому добавляются маленькие израины. У нас нет никаких проблем. Да, у нас есть проблема с Ираном. Но мы всегда хотели, чтобы у нас были хорошие отношения и с тюркскими народами. Поэтому Чубенгурен говорил об отношениях с Турцией, хотя, к вам так говорили, и с мусульманскими народами. Израилю важно, чтобы в мусульманском мире у нас не было вражды. И Азербайджан отвечает этим двум понятиям. И, с другой стороны, всё-таки близость к Азербайджану, к Ирану, и возможные угрозы, которые есть Азербайджану с Ираном, тоже не мешают нашим отношениям с Азербайджаном. Они помогают Азербайджану чувствовать себя увереннее. Это не основное, но это не мешает. То, что те виды оружия, которые Азербайджан получают, покупают у нас, он может купить в других странах. Ну и в этом отношении не... Может быть, чуть-чуть получше, может, чуть подешевле. Не важно. Играет роль. Да. Мы в этом не единственные в мире. Но, по примеру, Китая, мудрый. Вот Китай сейчас может получить у России сколько угодно газа и нефти. Но он говорит, от России я получу только столько, а не больше. Я хочу и от других странах тоже равновесить, чтобы не было зависимости. Сбалансировано. Да. И то же самое, то же самое сегодня Азербайджан. Азербайджан сегодня в отношениях с Ираном добавляет в себе балансирование своей независимости, получая поддержку от многих стран, желательно стран, у которых нет никаких интересов, ни в Азербайджане отрицательных, и никаких угроз для Азербайджана. И вот это и является основой наших отношений. Кроме этого, и нельзя сбрасывать с учетов. Значительная часть нашего еврейского населения приехала из Азербайджана. И никогда не было проблем. И ашкенозийские евреи, и горские евреи никогда не было проблем. Даже когда были напряженные отношения между азербайджанцами и армянами на территории Азербайджана. Каждый еврей показывал паспорт, где было написано еврей, он знал, что это его гарантия, что к нему отнесутся совершенно нормально. Это ему не угрожает. То есть, в отличие от других стран, мира, в которых мы жили, и на Востоке, у нашего народа по отношению к Азербайджану самые лучшие воспоминания. И отношение выходцев из Азербайджана, в Израиле, к Азербайджану самое теплое. Это их родная страна, их родная культура, это их обычаи. Это тоже фактор, который влияет. Он не определяет, но он влияет. Всегда хорошо иметь отношение с дружественным народом. А Израиль и народ Азербайджана действительно дружественные. Никаких проблем нет. Ничего отрицательного нет. Поэтому, когда мы смотрим на этот район, слава Богу, чтобы Азербайджан был и процветал, и развивался. И чем Азербайджан будет независимой, тем лучше нам. Потому что это уравновешивает в какой-то степени и Турцию, и Иран. И хотя сейчас Эрдоган заявил, он хочет улучшить и восстановить отношения с Израилем. Это восстанавливает. С Азербайджаном у нас таких проблем нет и не будет. И не было. Улучшить или ухудшить? Они всегда только улучшались. Вот такие они, израиль-азербайджанские отношения. Так мы смотрим на Азербайджан, на Кавказ мы смотрим, что не важно, где начинается заварушка. Не важно, где. Когда начинают вмешиваться потусторонние силы и с оружием, и со всем, до нас налетает. До нас все равно осколки. Мы слишком близко. Регион-то маленький. Мы слишком близко и слишком затянуты во всем этом. И нельзя бездумно, грязными сапогами входить в этот район очень сложный, очень чувствительный, с наслоением религиозных, национальных, исторических моментов, положительных, отрицательных, переплетенных. Сейчас, слава богу, положение на Кавказе устанавливается. После этой войны все вроде бы становится на свои места, потому что до этой войны прилагали же Армении более лучшие условия. На них Азербайджан согласился, но не хватило духу или мудрости государственной руководству Армении понять реальное состояние вещей и принять более лучший вариант, но бескровный. Но у нас тоже был такой вариант. Соглашение, которое мы могли заключить с Саадатом летом 73-го года. Минахим Бегин, когда... Да, да, да. Оно было лучше, чем то, что мы заключили в 79-м. Тогда бы мы избежали кровопролитной войны 73-го года и трагедии 73-го года. То есть это бывает. Это бывает. Всегда лучше учиться на чужих ошибках. Но иногда многие такие упрямые говорят, нет, я хочу учиться на своих. И вот в результате появляется то, что появляется? Да, развитие природы невозможно остановить, но хорошо. Сейчас положение на Кавказе, оно намного лучше, чем оно было раньше. Оно более устойчивое. Потому что нет принципиальных, как бы кровных претензий Азербайджана к Армении. И это уже не вопрос жизни и смерти или национального достоинства. Да, тяжелое положение в Армении, как всегда, после военной катастрофы. Но Армения осталась неприкосновенной. Хорошо, что Россия нашла правильный выход и подход, и хорошее отношение и с Арменией, и с Азербайджаном, и с Турцией. А у Турции естественное влияние. Да, она хочет больше своего влияния. Может быть, Эрдоган хотел, чтобы возникла великая Турция, которой никогда не было. Но ни один тюркоязычный народ вне Турции стать частью турецкого государства не хочет. Но так же, как есть сегодня. И когда все начинали возмущаться этим съездом тюркоязычных народов. Есть лига арабских стран. В чем дело? Почему лиги арабских государств? Почему не будет лиги туркоязычных стран? Если она будет действовать в таком же ключе, кто, куда, как будет туда входить, это другой вопрос. Но никто не может отрицать культурную историческую рост. Есть страны британского содружества. До сих пор действует, да. И существует британское содружество. Вполне. И там нет этнической связи. Там нет религиозной связи. Там есть исторически-политическая связь. Но она существует. И функционирует в полной мере. Так что не надо сразу вступать в панику от того, что это будет. Что это может принять какие-то крайние экстремистские формы. Как и любое. Любое национальное государство может дойти до фашизма и до нацизма. Бывают такие вещи. И что из-за этого надо отменять национальное государство. В христианстве дошли до инквизиции, до святой. Это не отменяет христианство и христианские страны. Католическая церковь. Сколько преступлений она совершила против народа. Сколько горя. Это что отменяет католическую церковь. И какую-то общество всех католических народов. ИГИЛ принёс катастрофу. Прежде всего, исламскому населению. Это что отменяет ислам. Даже зверства Хмаружа в Камбодже. Они не отменяют коммунистическую идеологию со всеми её проблемами. Посмотрите на Китай, Вьетнам, Лаос. И ту же Камбоджа. И Куба. То есть любое идеологическое, религиозное, национальное движение может дойти при определенном условии до гротеска. Это не значит, что оно не имеет права на существование. Яковлевич, благодарим вас. Я напомню нашим слушателям и зрителям. На сегодня в эксклюзивном выпуске программы «Окна» у нас в гостях был общественный деятель, экс-руководитель израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми. Подписывайтесь. Телеграм-канал «Вестник Кавказа». «Вестник Кавказа» на YouTube. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»